Дорогие друзья, добрый день! Сегодня у нас торжественная встреча в клубе. Примеры, как вы помните, бывают у нас регулярно на каждой нашей встрече. Но вот сегодня исключительно премьеры. Сегодня мы вошли в 21-й международный музыкальный фестиваль «Московская осень». Наш клуб представляет творчество композиторов Московской композиторской школы. И вот сегодня я буду немного рассказывать о моих коллегах-композиторах. Но вот на сцене стоит у нас замечательный коллектив. Это Московский государственный академический хор. А художественный руководитель этого замечательного коллектива, народный артист России, профессор Андрей Кожевников. Приветствую коллективу! Я бы хотела попросить вас, Андрей Ильич, сюда на секундочку, потому что у нас премьера не только композиторская сегодня, а премьера на нашей сцене впервые. Вот именно в нашем клубе, который уже отметил 30-летие, а сегодня 31-й сезон, у нас продолжение, уже 4-й десятилетия, пошла работа нашего клуба. Вот впервые в нашем клубе выступает этот замечательный коллектив. И, Андрей Дмитриевич, у меня там несколько вопросов. Во-первых, многие знают и слышали о вашем коллективе. Сколько лет он существует? Каковы ваши задачи коллектива? Какое место занимает наше соотечество в творчестве коллектива? Немножко о коллективе, пожалуйста. Нашему коллективу прошло 5-10 лет. Естественно, как московский коллектив, как и все-таки члены московских коллектива. Это важно, что хора во многом зиждется на творениях узких, прежде всего, московских композиторах. Вот здесь и многие здравствующие, и, к сожалению, учащие люди из нашей жизни. Ряд произведения. Это началось с 1956 года, когда этот город был создан. Профессор Масковской консерваторией. Владислав Иванович 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 Иванович. Иванович 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 И И, соответственно, география в конце двух годов тоже весьма общая. В ближнезарубежном, так сказать, мы объездили неоднократно за эти годы до хозяйства существования Советского Союза. Были и дальнозарубежные, и скандинавские страны, то есть Швеция, Финляндия, ЕСЦЭТ, Великобритания, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Южные страны, Греция, Кипр, Вазия, Кривония, Корея, ну и другие страны. Потому что для нас выступление сегодняшней консерции – это продолжение наших традиций, наших личных традиций. И продолжение выступления на рамках фестиваля на Суського Союза. Мы с момента создания этого села, мы всегда отходу, понимаем в немое счастье и самое такое, что мы с вами будем приобрести. Спасибо огромное. А вот я заметила, будучи на репетициях хора, что манера, исполнительская манера, удивительно сродни настоящему русскому музыцирую, протяжному русскому пению, какое-то такое звукоизречение особое. Много хоров прекрасных профессионалами. Но вот у вас цикотение, шлок, распел. Это вот очень так характерно. И даже сегодняшняя программа, как мне кажется, подчеркнула эти моменты. Потому что хоть и очень разные будут четыре автора, это большое достоинство, когда разные произведения, разные сочинения и разные облики мастеров хоровых письма. И большая трудность, потому что надо сказать, что коллектив подготовил эту большую программу, которую вы сегодня услышите за очень короткое время. Это говорит, конечно, прежде всего о высоком профессионализме и желании, желании исполнить как...